Курорт международного класса. Таким стал Сочи после Олимпиады. Новые дороги, отели, порты и вокзалы, парки, торгово-развлекательные центры. На создание современной городской туристической инфраструктуры потрачены десятки миллиардов бюджетных рублей. И теперь, как говорится, пришло время собирать камни. Другими словами, курорт должен приносить прибыль и развиваться уже за счет собственных средств. Сейчас содержание всех этих объектов, дорог, другой инфраструктуры, оно все ляжет бременем на бюджет города Сочи и края. Те потоки туристов, конечно, которые прогнозируются к нам в город, они не дадут тот эффект, который необходим для активного пополнения бюджета нашего города. И поэтому в связи с этим встал вопрос о необходимости создания горной зоны в городе Сочи. Впервые о необходимости создания в Сочи горной зоны заговорили еще до старта Олимпиады в 2013-м. Правда, тогда до реальных шагов дело не дошло. Но в конце мая, на очередном заседании общественного совета с участием вице-премьера Дмитрия Казака, эта идея была озвучена вновь. Было предложено разместить казино в Олимпийском парке, отделив его от спортивных объектов. Заместитель председателя правительства пообещал доложить об этой инициативе президенту страны. И в итоге Владимир Путин поручил губернатору края детально проработать этот вопрос. Общественный совет города под игорную зону предлагает отвезти не весь Олимпийский парк, а всего один объект. Это бывший главный медиа-центр. Именно здесь во время зимних игр работали практически все журналисты. Теперь это выставочно-деловой центр. И именно здесь пройдет предстоящий международный экономический форум. Несколько десятков тысяч квадратных метров полезной площади, закрытая территория, собственный паркинг, имеются все коммуникации. И главное, этот объект находится вдалеке от жилой зоны. В том случае, если проект по созданию в Сочи горной зоны будет реализован, город, не выложив ни рубля, выиграет, как говорится, джек-пот, считает депутат горсобрания Константина Флиди. Закрытое казино, а именно такое предлагают общественники создать в Олимпийском парке, это один из видов туризма, развитие которого помогает многим мировым курортам зарабатывать дополнительные деньги на собственные нужды. К примеру, в городе по братиме Сочи Баден-Бадене в свое время благодаря доходам от единственного казино были приведены в порядок городские купальни. Действительно была проблема, когда вот эти вот аппараты стояли по всему городу, когда любой мог туда подойти, играть, и в том числе дети. Вот это проблема. Сегодня у нас достаточно мощное государство с мощной системой, обеспечивающей безопасность и порядок, который могут обеспечить. И соблюсти вот эти правила на ограниченной территории, чтобы была и горная зона, ради бога, пусть приезжают, играют и оставляют в нашем городе деньги. И, кстати, доход даже от одного казино в бюджет города, по оценке независимых экспертов, будет немаленьким. А это значит, появятся средства как на новые социальные программы, так и на решение застарелых проблем. В том числе, к примеру, и по газификации и водоснабжению отдаленных поселков. Видимо, поэтому 8 лет назад, когда решался вопрос о создании и горных зон на территории страны, борьба регионов за право на их размещение была нешуточной. Когда и как будут реализованы проекты горной зоны в Сочи, зависит теперь от региональных и федеральных властей. И сейчас многие понимают, что для города казино – это реальный шанс закрепить свой статус круглогодичного курорта мирового уровня. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ